А сейчас мы с вами как раз отправимся к легендарной Авроре. Крейсер революции, так ее называют часто. Конечно, крейсером революции стала Аврора не сразу. Она сошла со стопелей нового адмиратинства здесь, в Петербурге, 113 лет назад. В мае 1900 года Аврора, а гениантрия и зори, мог развивать скорость до 20 узлов. Это примерно 37 км в час. Своё боевое крещение Аврора получила в Цусимском сражении 1905 года. Чудом избежав гибели, прорвалась на Террибинские острова. И только через год вернулась в Родштаб. Но остальное вспоминается из школьного курса истории. 25 октября 1917 года в 21 час 40 минут холостой выстрел на сового орудия Авроры дает сигнал к штурму Зимнего дворца. Тогда крейсер стоял не здесь, ниже по течению Невы. Сюда перед Нахиловским училищем на вечную стоянку Аврору уже после войны поставили. В 1948 году. Пацаныцкое время было очень почутным. Быть принятым в пионеры. Именно здесь, на борту легендарного крейсера Аврора. Сейчас, как вы понимаете, Николай здесь пионеры уже не принимают. Но есть у нас же у нас названием русский пионер. Возьмем небезызвестный Михаил Прохоров. А вот несколько лет назад ему захотелось отметить день рождения своего любимого журнала на Авроре. Да, это как раз тоже в дни проведения в нашем городе международного экономического форума. Только тогда, в 2009 году, он проводил в начале июня вечеринка удалась. Многие политические деятели на ней тогда отметились. На этот вечер Тина Кармеллаки Сергей Шнурок пел. Ну а потом, как всегда, вдруг выяснилось, что Аврора у нас не просто музей, а самый настоящий боевой корабль со статусом корабль номер один. И, конечно, подобного рода развлечения на Авроре запрещены. Через год после той вечеринки, в 2010 году, Аврору вывели из состава военно-морского флота. Экипаж расформировали. Так что теперь Аврора наш этот только пилял военно-морского музея. Но флаги, как видите, все равно поднимают, как на самом настоящем боевом корабле. На корне, на белом фоне, косой семи креста, это Андреевский план. Андрей Грозона считается покровителем русского флота. Лакроносу Гюс. Гюси поднимают на кораблях первого и второго ранга. Каждый день, во время якорной старинки, вместе с кормовым флагом. Пока еще не определились со словами точно, но, предположительно, уже этой осенью. Аврору нашу собираются буксировать на ремонт. Года на полтора-два. Возможно, после ремонта она станет учебным кораблем для курсантов Нахимовского военно-морского училища. Это здание за Авророй, голодого цвета, со шпилем. Вот до недавнего времени на Нахимовское поступать могли настолько юноши, после девятого класса. Получились три года, получали подготовку, которая позволяла продолжить образование уже у высших военно-морских учебных заведений. Но вот несколько лет назад впервые за всю историю училища набрали две группы девушек. Всего 30 человек. Связано с этим или нет, на училище сразу перешло с трехлетней на семилетнюю систему обучения. Мальчики и девочки в Нахимовское поступают теперь в пятый класс, а не в девятый, как раньше. Сама Аврора, она, конечно, на личной стоянке стоит. Во всяком случае, так написано во всех путеводителях. Но не так уж давно, в 84-м году, ее уже буксировали на ремонт. Прибыла, вроде, здесь не было. Так что название-то – личная стоянка. Ну, конечно, и своя весьма относительная. За время нашего небольшого часового путешествия мы успеваем перебываться в центральной части города – Парадной Петербурга. Но вот одно здание из города совсем другого. Вовсе не Парадного. Я обязательно хочу вам показать. Посмотрите налево на Литейный мост. Вперед уже, на противоположный берег Билы. Мост переходит в Литейный проспект. И вот здание с высокими антеннами, как большая памятная коробка. Это 30-е годы прошлого века. Стиль конструктивизм. Литейный 4 – печально известный большой дом. Бывшее главное управление МКВД. Вот тогда, в 30-е годы, Ленинградзе перед входом в это здание могли каждый день видеть огромную очередь из родственников, рекрессированных людей, которые стояли там в тщетной надежде хоть что-то узнать о своих родных. И можно сделать какую-то передачу. В числе тех людей была Литяна Охватова, и уже позже в фонтанном доме она напишет. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это дает и жесток, но только сословно не ставить его. И около моря, где я родилась, последняя с морем разорванная связь, и в царском саду у заветного дня, где тем безутешно ищет меня, А здесь, где стояла я 300 часов, И где для меня не открыли засох. Ну вот, что удивительно, конечно, в городе нашем есть памятники, а не Охватовый и не один, но не один из них не стоит там, где хотела этого сама поэтесса. Еще в средине 19 века Аполлон Григорьев в своих занятках петербургского дела и писал, чтобы хорошо узнать Петербург, надо бы напосвятить ему всю жизнь свою, сродниться с ним, кругаться его душой и телом. И под небом Италии, и свет развалин Греции, и сладановых рощах Индии не бывают таких ночей, как в нашем прекрасном Петербурге. Бездно поэта пописывала, и восхваляла наши северные ночи, но выразить красоту их словами также невозможно, как описать запах розы, и выгрожание струны, замирающей в воздухе. Давно эти слова были написаны? Уже ведь полтора века прошло, даже больше. А, конечно, они до сих пор остаются актуальными. Вот как раз сейчас и стоит в нашем городе эта волшебная романтическая пора белых ночей, когда одна заря сменить другую, спешит, дав ночи полчаса. Слова этой с пушкинского медного всадника. Полчаса — это, конечно, политическое преувеличение. Самый длинный день в году как раз сегодня. Он длится 18 часов 53 минуты. Ну а потом все пойдет на обувь. Дни станут короче, ночи длиннее.